Всем доброго времени суток! С вами Танюха и это проект из России в Америку. Сегодня, если честно, не собиралась сделать видео. Поехала сегодня с утра в парк. У нас суббота, прекрасная погодка. Но решила поехать во Freedom Park на тренировку. Тренировка называется Fitness Fit. В общем, занимается группами утром и друг друга подталкивает на более сложные какие-то элементы. И то, что вы один никогда бы не сделали. Вот эта тренировка будет проходить в 9.30 утра. Сейчас без 15.09. Я приехала немножко пораньше поиграть в теннис. И на удивление в этом парке очень много происходит интересного. Поэтому я вам хочу это показать. Практически в каждом парке существуют теннисные корты. Они бесплатные. Выглядят они примерно вот так. То есть они ограждены решеткой. Пока здесь никого нет. Вот, по-моему, там один парень пришел заниматься вечером. Здесь включает прожектора. Пожалуйста, приноси свою ракетку, мячики. И тренируйся играть в теннис. Ну, ближе к лету здесь появляется очень много игроков. Ну, а зимой эти корты практически пустуют. Ну, вот я принесла вот моя ракетка, мячики. И я тренировалась вот об эту стенку. Пока я начинающий теннисист. А мне до Марии Шараповой еще очень далеко. Пока что тренируясь сама собой. Ну, и пробовала играть парами. А за мной дальше здесь проходит игра. Игра школьников, видимо. Сейчас подойду поближе и поснимаю. Не знаю, может ярко светит солнце. Но вот здесь играет на футбольном поле. И здесь вот называется сокер. Это не футбол, это сокер. Американский футбол я делала вам в видео. Уже рассказывала, можете посмотреть. А это вот, видимо, детская сборная по сокеру играет. Там вот дальше тоже какие-то игры проводятся. Вот видите. Кто-то с собаками пришел. Кто-то вот просто раздвижные сутчики принес. И, ну, болеют за детей в субботнее утро. Ну, пойдем дальше. Сегодня здесь проводят волонтерскую, как сказать... Проводят здесь сегодня акцию волонтерская организация Kidney. Kidney это почки. Ну, видимо, собирает донейшн и собирает поджертвования волонтерской организации на болезни почек, видимо. Но мы сейчас подойдем поближе, и я вам расскажу. Ну, а пока хочу показать вам парк. Этот парк называется Freedom. Я здесь снимала уже видео. Одно из моих первых видео было здесь. Находится оно в престижной части Дилворф. И парк достаточно большой. И считается одним из самых лучших в Шарлотте. Здесь есть автостоянка. Вот, смотрите, сейчас заметила. Детишки одеты в разные цвета. Розовый и зеленый. Две команды. Тоже, опять же, играет в сокер. Но спорность очень развит, я вам скажу. Потому что здесь кроме сокера, кроме американского футбола существует бейсбол, очень популярен. И еще... Как же эта игра называется? Забыла. Ну, в общем, такая игра интересная. В общем, суть ее в том, что играют тоже мячом. И такой ракетка, как с очком. И, ну, интересно. Найду я вам, напишу. Напишу в видео. Не помню название. Но такой игры я просто ни разу не видела нигде. Только здесь я познакомилась с этой игрой. Так вот, дальше я рассказываю про парк. Вот это вот паркинг. Здесь припарковываешься. Что самое для меня было дикое. Чтобы пойти погулять в парк, тебе нужно ехать. Ехать на машине, потом парковать машину, и потом уже идти гулять. Но привыкаешь ко всему. Что сделаешь? Здесь вот, по-моему, волейбольные... Волейбольные сетки натянуты. Там вот дальше вот эти вот кубики и рубики. Это детская площадка для игры... Ну, для... Не знаю, для детей, наверное, для игры. Вот здесь вот стоит какой-то паровоз. Я понять не могу, к чему он, этот паровоз. То ли здесь раньше была железная дорога, то ли это просто памятник. Что-то он символизирует однозначно. Но надо идти читать. Я лентяйка. Неохота. И здесь вот туалеты, пожалуйста. Также есть фонтанчики питьевые с водой. Ну, это фонтанчики и туалеты вообще везде. И они бесплатные. То есть нет такого, что ты находишься в центре города и не знаешь, куда бежать. Вот, видите, белки бегают. То есть они свободны. Но белки здесь вот... Ну, я уже, по-моему, рассказывала. Белки здесь, как, я не знаю, как крысы, наверное. Ну, для них это, ну, ничего особенного. Ну, белка, подумаешь. Вот. А вот питьевой фонтанчик. Пожалуйста, подошел. Вода здесь питьевая. Вот качельки. Вот еще одна белочка. Прыгает. Мамаши отдыхают с детьми и качаются на качелях. Вот детская площадка здесь. Все дело с безопасностью. То есть очень... Они вот продуманные по поводу того, чтобы ребенок там, не знаю, нигде не упал, никаких острых предметов не было. Ничего такого. И вот у меня удивляет самое интересное, что нет вот этих вот варваров, которые разграбляют все, которые ломают там детские площадки. Ну, нету такого. Здесь вот, ну, сделают. И оно, ну, стоит годами. Интересно, ну, откуда появляются вот в России такие вот... Я сколько знаю, у нас перед домом тогда сделали площадку детскую. И не прошло и двух-трех лет, как уже сломали качели, не знаю, разворовали там половину. Ну, это же делается для вас, люди. И как бы нужно это ценить. Не знаю, может быть, это еще воспитание, молодежи такое, какое-то потребительское отношение. Не знаю, но здесь такого абсолютно нет. Сейчас мы подходим к вот этой вот волонтерской организации Кидный. Хотела здесь показать небольшой такой ручеек, бежит. И мостик. Сейчас пойдем поближе. Небольшой такой ручеек. Сделано что-то наподобие водопада. Конечно, с Гринвиллем не сравнить. То, что я вот снимала водопад Гринвилле в парке, это, конечно, чудесно. Ну, и здесь тоже неплохо. Сделаны тут беседки. Беседки для отдыха, для пикника. Вот в некоторых парках даже делают специальные такие штуки под барбекю. Поют птички. Опять вот белка сидит на меня, смотрит. Когда увидела вот этих белочек с таким пушистым хвостом, я поняла, откуда они взяли этот персонаж из мультика. Ледниковый период. Там была белка, все время бегала с орехом. И здесь орехи такие растут. И я поняла, что люди, которые снимали этот мультик, они срисовали вот этот образ белки. С настоящих, настоящих белок. Они действительно тут дерутся за орехи, бегают. Ну, в общем, все как мультики. Только немного приокрашенном. Здесь вот стоит палатка национальные... Ну, эта организация называется национальные почки, видимо. И они регистрируют. Видите, у волонсирчик. И здесь вот идет регистрация на забег. То есть тебе выдается футболка, ты какую-то часть денег... Донейшн. Донейшн, почему пожертвуешь какую-то часть, и тебе дают футболку такую оранжевую. И, видимо, все вместе будут бегать, какой-то забег, или будет совместная прогулка. Пока что не знаю. Ну, а парк... Парк здесь очень красивый. Здесь вот, видимо, вот этот ручей превращается в такое небольшое озеро. Сейчас поближе подойду, покажу. И прямо вокруг озера идет асфальтированная дорожка, здесь гуляет, бегает, с собаками гуляет. В общем, отличное место для отдыха. Также здесь есть сцена. Такая небольшая сцена для мероприятия, для различных, например, как сегодня. И ландшафт сделан так, что ступеньками, ступеньками поднимаешься наверх, чтобы можно было всем расположиться на газоне и наблюдать за мероприятием. Ну вот, мы сейчас подходим ближе. Уж меня извините, что камера шатается, я все еще не научилась ровно, ровно снимать. Ну а я пока что жду своего класса, у меня начинается в 9.30. Не знаю, будет сегодня или нет. в связи с этими мероприятиями. На самом деле, очень много американцев занимается спортом и бегает. И опять же, большая часть здесь больные ожирением, как вот эта вот девушка, ну и многие другие. Тем не менее, вот, занимается, занимается спортом. Ну, видимо, мероприятие еще не началось. Только все разворачивается. Здесь вот сцена. Музыка. Не знаю, что-то сложное сейчас комментировать, пока тут очень много музыки. Я тут в палатке. Видимо, у каждой палатки там какие-то чипсы что-то лежат. Не знаю, для чего это. Здесь опять же есть велосипеды, которые я показывала в Дантауне. Ее даются напрокат. Также здесь можно взять велосипед. Вот одна из почек, я вернула его в Дантауне, либо в другом месте. Не знаю, для чего эти палатки. Видимо, будет какое-то соревнование. И по прошествии этого соревнования будут какие-то призывы даваться. Keep it in Rinald. Видимо, девчонки здесь будут рисовать. Рисовать на лицах различные. Вот смотрите, ребенку разрисовывает лицо. Здесь вот павильончик с водой, с едой. Такую прекрасную арку сделали. Скорее всего, да, будет забег. Будет забег вокруг озера. Идет волонтер. Волонтер с водой. Вот здесь волонтеры очень уважают. Здесь людей таких. И здесь их очень много. Люди помогают друг другу. Здесь такая вот взаимная помощь. Взаимная помощь существует. И идем дальше. Здесь очень много различных организаций. Организации, которые помогают людям в трудностях. Вот я сейчас буду просто идти, снимать. В общем, по дороге, не знаю. Посмотрим. Очень много здесь организаций, занимающиеся. Вот такие вот некоммерческие организации, помогающие людям. Допустим, знаю, есть организация против женского рака. Рака груди, по-моему. Во многих ресторанах стоят такие небольшие таблички. Если вы хотите пожертвовать, пожалуйста. Во многих супермаркетах тебя спрашивают. Вот, допустим, ты оплачиваешь свой товар. И тебя спрашивают. Хотите сделать сегодня донейшн? Донейшн это пожертвование. И если ты желаешь, то там говоришь сумму какую, тебя списывают с карты. И эти деньги идут на помощь либо детям, бездомным детям. Либо бездомным людям, больным людям. В общем, людям в нужде. И потом вот эти вот донейшн можно как-то списать на налоги. То есть тебе уменьшается процент налога. Я считаю, что это замечательная традиция. Здесь она набирает свои обороты. Также вот волонтерство, различные организации. И, допустим, я сейчас состою в организации, которая помогает людям, пенсионерам, пенсионерам, которые не могут себя обеспечить, не могут... Ну, которые нуждаются, в общем, в помощи. Вот, допустим, там, я не знаю, там, раз в месяц прийти убраться, сходить за покупками, куда-то отвезти. Ну, в общем, такие вот мелочи, знаете, людям приятно. Люди чувствуют поддержку, что они нужны. Потому что, ну, я считаю, что это очень важно. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы в России тоже появились такие волонтерские организации. И, ну, люди начали помогать друг другу. А ведь это очень-очень важно. Потому что в России, мне кажется, очень это нужно. Особенно вот бабушкам-пенсионерам. Ну, если каждый даже, ну, сбросится, там, не знаю, рубль-два, там, да, ну, наберется очень много... Приличная сумма, которая может помочь людям в ножде. Вот, в этом парке очень много уток. Ну, вот я уже, наверное, не раз рассказывала, упоминала про дикую жизнь. Дикую жизнь в черте города. Здесь и бегают и олени, и белки. Вот здесь столько нету. Вот плавают уточки. И спокойно их никто, знаете, не стреляет там из рыгаток. Никто их там сразу на барбекюне жарит. Спокойно все происходит. Вот я вчера ходила в парк, кормила уток. Взяла какие-то мексиканские чипсы с собой. И, в общем, пошла их фотографировать. Вот так утки меня окружили. И они спокойно, они не боятся людей. Они думают, что люди, это как бы, ну, ничьей опасности. От них нельзя ждать. Здесь вот еще один корт. Подальше тоже. И здесь вот, по-моему, играет бейсбол. Бейсбол, вот когда кидается мячик, и нужно поймать. Но, если честно, я вот в этих играх, я особо не понимаю. Поэтому не могу сказать, что это бейсбол или какой-то там рэгби. Не понимаю я. Вот, и здесь фонтан. Вот, как бы, чуть подальше здесь располагается фонтанчик такой. Поют птички. Вот здесь птичек очень много различных. Ну, а самая знаменитая птичка, это вот красные. Что-то похоже, знаете, на снегиря, не снегиря, не знаю. Но, в общем, Red Carnals. Carnals. Я не знаю русское название переводом. Надо будет посмотреть. И вот эти вот птички считаются символом Северной Каролины. И в многих домах выставили специальные кормушки, особенно зимой, для подкормки птичек. Вот, и это считается, как бы, престижным, и даже, не знаю, многие-многие этим занимаются. Ну, и также мы поставили себе кормушку. И зато приятно. Птички прилетают с утра, кушают, вот, и поют песенки «Будет тебя». Ну, так вот выглядит парк. Ну, сегодня много, много людей в одинаковых футболках. И солнышко уже начинает подниматься. То есть это вот мероприятие, видимо, начнется волонтерское скоро. А у меня начнется скоро класс. Спасибо, что посмотрели мое видео о парке. Вот, простите, что сегодня я в таком виде. Я, если честно, не собиралась сегодня снимать. Я вообще без макияжа проснулась и пошла заниматься. Хочется пожелать вам отличного настроения. Не только сегодня, но и всегда. Улыбайтесь чаще, подписывайтесь на мой видеоканал. Я рассказываю о жизни в Америке. И также, возможно, в скором будущем путешествия в другие страны. И заходите на мой блог russia.ru. Там я пишу различные статьи. И всем пока. До новых встреч.